Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире социальная программа «Правовая грамотность». Спасибо за поступающие от вас вопросы. Проанализировав их, я сделал вывод, что большинство вопросов, которые поступили, связаны с брачно-семейными отношениями, с понятиями раздел имущества супругов, алиментными обязательствами супругов и вообще юридического понятия семьи и семейных отношений. Главный документ, главный нормативный акт, который регулирует семейные отношения в нашем российском законодательстве – это Семейный кодекс Российской Федерации, который был принят в декабре 1995 года и в настоящее время действует с учетом изменений за указанные годы. Семейный кодекс регулирует такие юридические понятия, как брак, брачные отношения, имущество супругов, права супругов, алиментные обязательства супругов. Поэтому знать Семейный кодекс – это очень важно в наше время для супругов, для реализации их субъективных прав и реализации их обязанностей. Ну, прежде всего, если рассматривать семью как ячейку общества, как высшую ценность общества, законодатель исходил из того, чтобы защитить права ребенка, защитить статус семьи, статус супругов. Дело в том, что по данным Росстата за 2017 год на тысяча браков приходится 829 разводов. Вот такая печальная статистика как бы вот и создается в государстве. Поэтому также наша программа призвана повысить вашу правовую грамотность в этом вопросе. Как сказал Василий Ключевский, семья – это та первичная среда, в которой человек должен творить добро. Как сказал Антон Павлович Чехов, в семье прежде всего должно быть терпение. И действительно, терпение – это залог сохранения семьи. Ну, а если обратиться к юридическому понятию семьи, ну, мы подразумеваем такое понятие, как брак. Что такое брак? Это союз мужчины и женщины, закрепленный в Семейный кодексом, который зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния, то есть в органах ЗАГС. Брак, который не зарегистрирован, как в простонародье называют, гражданский брак. Так вот, я скажу, что гражданский брак – это брак, который зарегистрирован в органах ЗАГС. Если мужчина и женщина проживают совместно без регистрации брака, это называется простым, неромантичным, к сожалению, но обыденным нашим термином – сожительство. Вот. Сожительство, к сожалению, не влечет правовых последствий. То есть, если вы наживали имущество во время сожительства, вам тяжело, проблематично будет потом доказать права на это имущество. Поэтому совет юриста – регистрируйте браки, чтобы быть защищенным. Что бы хотелось сказать? Семейный кодекс закрепляет два вида прав супругов, которые закреплены в законе. Это личные неимущественные права и имущественные права. Лично неимущественные права супругов, они связаны с реализацией более, так скажем, моральных прав. Например, право на воспитание детей, право на посещение родительских собраний в школе, право супруга на смену фамилии. Или, например, если мужчина с женщиной регистрируют, регистрируют, вступают в брак, женщина имеет право оставить девичью фамилию. То есть, это законом не запрещено. Да, так сложилось, что выходя замуж, женщина берет фамилию супруга. Но закон также разрешает ей оставить девичью фамилию. Также, если говорить о имущественных правах супругов, это права, непосредственно связанные с материальными ценностями. Например, супруги в процессе совместной жизни наживают общее имущество, ведут совместное хозяйство. Вот юридически понятие совместное хозяйство, это не то понятие, связанное с сельским хозяйством и так далее. Совместное хозяйство, то есть люди совместно проживают. Оплачивают коммунальные услуги, находятся в семье. Уборка, готовка, обеспечение продуктами, это тоже ведение совместного хозяйства супругов. И вот то, что нажито в браке, непосредственно Семейный кодекс определяет, что оно при расторжении брака делится между супругами в равных долях. Это четко закреплено. Что же относится к общему имуществу супругов? Но тут прежде всего два вступают в силу юридических понятий. Движимое имущество и недвижимое имущество. Все имущество, которое нажито супругами во время брака, является их общим имуществом. Пример движимого имущества это автомобили, предметы бытовой техники, холодильник, телевизор и так далее. Предметы искусства, картины, музыкальные инструменты, например, или еще что-то. Это все движимое имущество. Недвижимым имуществом являются, например, квартира, земельный и сельскохозяйственный пай, частное домовладение. Ну, в общем, все, что связано непосредственно с недвижимостью. Также следует отметить, что раздел имущества супругов может быть произведен в добровольном порядке путем составления нотариального соглашения. То есть люди, находящиеся в браке, вправе добровольно по нотариальному соглашению разделить имущество супругов. В случае, если не удается достигнуть согласия на раздел имущества, люди могут обратиться в суд, в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о разделе имущества. И тогда в судебном заседании, в судебном процессе доказывать свою правоту, определять перечень имущества супругов. Значит, закон четко определяет, что в случае раздела имущества супругов в судебном порядке, если доля какого-то супруга превышает долю другого супруга, эта разница может быть возмещена выплатой денежной компенсации. Это четко прописывает семейный кодекс. Также, значит, следует отметить такие моменты, что распоряжение общим имуществом супруга в браке должно производиться только по обоюдному согласию. А именно, вот бывают такие случаи. Супруг без согласия своей жены продал легковой автомобиль. А потом жена узнает об этом и подает иск в суд о признании данной сделки несостоятельной. О чем это говорить? Это говорит о том, что супруг, прежде чем продать автомобиль, должен был отвезти свою супругу к нотариусу, оформить соглашение, согласие на сделку и только после получения согласия на сделку продавать данный автомобиль. Следует также отметить немаловажный момент. Какое имущество при расторжении брака не подлежит разделу? Ну, прежде всего, это имущество, которое получено каким-либо супругам в дар, по договору дарения, например. Если жена разводится с мужем, но мать ей подарила квартиру или земельный участок, данный земельный участок или квартира, при разводе не подлежит разделу. Также не подлежит разделу между супругами унаследованное имущество. Например, муж получил наследство от своей матери, квартиру, данная квартира не будет делиться при расторжении брака. Следует также отметить, к вопросу раздела имущества супругов применяется трехлетний срок исковой давности. То есть, после расторжения брака в течение трех лет супруги вправе в судебном порядке разделить общее имущество супругов. Такой немаловажный момент, уважаемые телезрители, если в браке у детей, например, имеются вклады денежные, данные вклады не подлежат разделу и остаются у этого ребенка. Если отец или мать на ребенка открыли счет в банке, то есть, это неприкосновенное имущество, которое остается ребенку. Вне зависимости от того, с кем будет проживать ребенок после расторжения брака. Вот такие юридические нюансы, которые нужно обязательно учитывать при расторжении брака, при разделе имущества супругов. Также хотел бы вам дать, уважаемые телезрители, такой совет, что всегда внимательно читайте все документы, которые вы подписываете. Внимательно изучайте семейное законодательство, оно достаточно интересно, оно вам пригодится в жизни на будущее, чтобы вы были защищены. Что же касается детей, несовершеннолетних детей в браке, если ребенок остается с матерью, все вещи ребенка, включая, допустим, дорогостоящие, возможно, какие-то игрушки, одежду, музыкальные инструменты для образования ребенка, значит, это имущество остается с тем супругом, с кем остается ребенок. То есть для жизнедеятельности, нормального развития ребенка, обеспечения воспитательного процесса ребенка, то есть это должно быть четко соблюдено. И законодатель об этом побеспокоился. Вот в целом, такой вот мы разобрали масштабный вопрос. В следующем выпуске я хотел бы осветить такое понятие, как алименты, алименты на содержание супругов, алименты на содержание несовершеннолетних детей, чтобы вы уже имели какое-то четкое представление. А на сегодня все. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, уважаемые телезрители. Редактор субтитров А.Семкин